На льду Бобруйск-Арены вновь катаются профессионалы и новички. За месяц в комплексе провели косметический ремонт, покрасили стены и машины-замбони. На хоккейной площадке установили современное освещение, обновили разметку и рекламу, залили новое покрытие. Накануне прошло зрелищное открытие. Со светомузыкальным шоу, мастер-классом от хоккеистов и призами. Горожане не стали упускать возможности прокатиться. Лёд хороший. Да, его только залили. Обычно он буграми и кататься невозможно, а сейчас нормально. Отличный лёд хороший. Я играл в хоккей. Было здоровье, играл сейчас немножко, перерыв. Я очень редко катаюсь, поэтому только начинаю, осваиваюсь. Вот мне Игорь помогает. Качество льда успели оценить и спортсмены. Состоялись первые тренировки. Неплохо, что с ребятами провели пару тренировочек, всё хорошо. Очень классно и вот на уровне, честное слово. Очень шикарные тренировки и лёд, качество льда очень. Инструкторы отмечают, получить ощущение от лёгкости скольжения по льду под силу каждому. Если вы так же, как и я, в первый раз встали на коньки, опытные инструкторы всегда помогут вам принять правильное положение и проехать несколько первых шагов. Прислушиваясь к советам профессионалов, понимаешь, нет такого человека, который не сможет научиться кататься. Нужно всего-то запомнить правильное положение корпуса и движение ног. Для начала, когда вы выходите на лёг, надо сначала принять посадочку, правильно расположиться на лёгкости. Коленки, корпусы, коленочки вперёд, руки вперёд, руки вперёд, руки вперёд, руки немножко ёлочки. И вот такими движениями несколько шагов делаются первые шаги на льду. Аккуратно. Для тех, кто может пересчитать заезды по пальцам, организовали воскресные мастер-классы. Они будут полезны профессионалам. Нет предела совершенству. Небольшие обучающие занятия для любителей, так скажем, хоккея, а также катания на коньках. 16+. То есть каждый желающий может посетить данное занятие, попробовать стать хоккеистом, а также попробовать научиться стоять на коньках. С ними будут проводить индивидуальные занятия. 1 июля стартовал новый сезон и для хоккейного клуба. Он пройдёт без команды экстралиги. Защищать часть города на Ледовой арене будет команда высшей лиги. Сегодняшний день не имеем в планах работу хоккейной команды экстралиги. Я не считаю, что это, в общем-то, большая беда. Но настоящий полковой должен уметь в том числе и отступать, чтобы сохранить силы. Первоочередная цель, признаётся тренер – подтянуть мастерство подопечных и достойно выступить на уровне высшей лиги. Анастасия Пахлёстова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.